погружаемся с собой в ли независимость и независимость и так давай мы с тобой запись по кстати спин мы с тобой проговорили спин да да это что простыми словами ну это линейные комбинации как раз ну нет нет сейчас что 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 тренейного . и если про формулировку то это связано с ним комбинациями связано спин нужно то что как раз и про простой слайд обидеть и говорил ты записал это в конспекте или нет да 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 я просто но я понимаю суть с вами сказать давай заходи в конспект 19 слайд что такое спин я специально сделать тебя простое определение специально и это делал а это просто нужно всех линейных говорим не все что как положено говори смен это линейная оболочка это что такое но это множество до всех линейных комбинаций которые получаются вследствие умножения векторов на скаляры и сложения это это ботаник скажет скажи мне по человечески фен это вектор который можно получить спин это вектор который можно получить с фанфия и умножая на скляры исходные appealing это уже понимаю то есть это вектор который я могу получить складывания pores на исходный камеры да вот это я уже понимаю что значит знаете какие то какие длинные комбинации виктора том getirю не понимаю да то есть это вопрос то перек оторette может учиться умножая предыдущие вектора изначально исходные до на скале раскладывает хорошо это уже больше понятно мне далее пресс на идем с тобой на третью часть да и соответственно мы с тобой в прошлом слайде как я вижу на прошлом уроке мы проговорили с тобой уже основу линейной оболочки спина но так и не затронули с тобой фундаментальный понятия спина вот давай сейчас начнем с этим с этим разбираться и также чуть чуть позже мы создали понятия независимости независимости векторов и вот это все вектор на пространство и так далее хорошо и центра и так воля the sound что-то что какой-то базовый вектор у нас и ты джи ты видишь это 2 2 вижу что вектора к сожалению здесь визуально не знаю что ты видишь но по сути это шляпочка ты видишь то шляпочку да да мы записывали что значит любой вектор со шляпочкой то что такое добавить на вечер а мне самое важное что да вот это уже мне больше нравится то есть я про я что любой вектор со шляпочкой до внешних вот это уже мне больше нравится почему в каком мы работаем с той базисе что это за боюсь и пиджи ты и дальше как характеристика боится терминологика как опишем этот банк а канальный не совсем но тепло часть описала мне только части писала даме вторую часть продать договаривай порт что вспоминай давай это первое слово а второе слово ну ты же сама конечно единичный да я не помню как называется базис который перпендикуляр плюс еще единичная длина как такой базе называется у нас попробую давай два слова разобрать орд это перпендикуляр а второе число как называется и которая связана с единичной какая операция у нас в машин обучение позволяет нормализовать а я кстати алекса тебе уже ответил на вопрос так второе число какая у нас 5 под ответ не отвечаешь помогаю арта первая часть слова единичная не помню ну я же помогте даже нормализовать ортонормированный нормализация норма нормализация это что значит нормализация переведение вектора в единичный вектор понимаешь откуда слова берутся другое слово другое слово это было ничего не помню еще не было вот и нормированный базис он у нас построен на чем нет построенный дичь вектор расположенных перпендикулярно ой про ортогонально да смотри то есть таким образом ортономерный базис это борис который у нас построен на единичных таров который расположен нас как по отношению друг другу ортогонально хорошо вот это уже лучше определение далее теперь прочитаем его что вот происходит вообще здесь и фью чулась абсолютно не вектор если мы выберем любой вектор и не вектор и не у меня и на рту и кинге цена твикса вывезти на лайнер комбинации а я дей если мы выберем любой вектор в пространстве r2 мы можем получить и кинге то есть мы можем получить любое пеший вектор расположенный вот пространство 2 можем перейти к ответа используя линейную комбинацию то есть можем представить как линейную комбинацию да правильно то есть мы берем 100 коэффициенты допустим 12 2 вот и если мы берем коэффициент 13 2 то мы что разложим это как вот с помощью линейной комбинации вот как x 1 идет на и ты x 2 идет на джи ты видишь что мы сделали разложение вектора по базе с по сути да и мы представляем с помощью линейной комбинации это линейной комбинации между тем и кем между век между монетами вектора и вектором ну и базисными векторами нашими базе вектора хорошо далее сам и поняли что мы можем это все представить вектор можем найти в пространстве 2 то есть ничего гарри ты говорит мы можем найти про вектор обзорстве 2 r2 далее теперь продолжим эту всю историю и потом немножко практикуем и так вот спин вообще линейная оболочка это на сами интерес такая тема и в машин обучение ты по сути всегда работаешь со спину у тебя там миллионы векторов до в этом пространстве далее и фсм и вей если мы сто работаем уже в трехмерном пространстве что у нас там добавляется если мы работаем трехмерном пространстве следующий абзац не там да если мы работа трехмерном пространстве что добавляется отвечай что добавляется вектор кей да что такое борис на ветру кей это какая у вас как называется так нет так это не так и сортина и 5 секунд аппликата аппликата блин да итак поскольку мы с тобой можем добавить любовь вектора вот с помощью не комбинации можем с тобой вот как лет любой вектор в 2 то есть обманить пространство и мы можем чтобы использовать кабинет этих векторов для достижения любого вектора в пространстве то есть мы можем для достижения любого это просто нужно использовать последнюю комбинацию и может вы любой вектор пространство отобразить далее с помощью не комбинации не таким образом и образу свой спин этого пространства далее соответственно например следующий слайд следующий слайд а ну допустим мы запишем вот спину вот этих вот базисных векторов айкут олсу райд здесь спин и ты джи ты и 2 и 3 вот как это записывается ты пишешь смен благоскобочки то есть как спит как будто это функция да который принять себя два параметра в данном случае в следующем я и параметра понимать я спин one other point the span of zero vector нулевой вектор из always the origin soul очень что значит origin да очень совершенно позиция на это начало когда хорошо это мы стоим класса запомнили далее таки зовут мы напишу то что начало позицию значит 00 и так далее хорошо и цветура теперь идем с тобой на понятие линии линии зависимости да по моему время пришло также мы с тобой должны будем это уже от практиковать и на то есть спины такая как больше физическая физическая часть который нужно просто понять что спин это у нас что такое еще разок я что-то очень не понял спин это множество всех векторов которые получаются вследствие умножения вектора на скаляр и сложение ну на какие на базисные векторы нет двойка те исходные на исходные векторы не есть базисные хорошо то есть пэн это все векторы можем получить склады умножая скаляр и да из на исходные векторы а я почему-то думала базисные что базисные исходные разные вещи смотри далее мы должны с тобой спин это вообще множество всех вектора кто может получить с тобой склады ножа я нас к на скаляра исходный вектор у нас и какие-то векторы и мать исходные умножаем и складываем и получаем с тобой что спин это множество всех векторов которые мы получили с тобой из исходных векторов которые мы сложили и умножили скаляра окей здесь нам понятно поэтому спин выглядеть как что он выглядит вот как вот такой выглядит кружочек а там тысячи танки трикторов из одной точки выходит там или неважно вот так вот видишь да вот это спин там тысяч миллион векторов пространстве далее теперь соответственно вот соу давай our next step и был детям айн сам аннексте и ступи ему тучит на античарный новаян этот сэкспенс и стейс объясняю он говорит типа и так типа следующий шаг это нужно стоит определить determine да научиться когда нам улекторов охватывает пространство когда не охватывает пространство то есть иначе говоря in other word а не ты нашла и как мы с тобой можем передать достижим или точка пространства мужчине комбинация или нет вот нам нужно понять получили кабина что вообще может делать с помощью на комбинация и так далее вот тогда нужно понять что такое вот линьер independent сис то есть это у нас дп на себя зависимость а in dp нас это независимость правильно достижим или каждая точка просто с помощью комбинации то есть мы не можем ли это точками дотянуть сможешь какой длинн комбинации да и это когда у нас а а то есть и понятие зависимости или независимости как раз про что эти говорил для того чтобы являетесь литры вот в множестве независимы или независимы мы ставим погоня сначала о линейной независимости до линейной индивендации сдали следующий слайд так по сути тема начинается уже достаточно сложно надо здесь считываться а и на пиндосе сильный пиндосе тут есть две точки соприкосновения вот который нужно стоит обсудить смотрим их здесь point итак поехали с того начнем на нас пространстве 2 а потом мы с тобой шлиф о нем это на 3 и так далее и так давай мы поймем что есть написано пока что мы стыдно то что любые два двухмерно независимых вектора будут охватывать r2 и любые и двумерные байс не вектор и и ты же ты линейные зависимые поэтому они хватают и 2 вот любые вообще басни векторы вот это и джит они у нас не на независимые потому что почему не или независимым но потому что на для начала мне нужно вообще-то на на более просто без и что такое независимость и независимость чтобы ты понимала да да сейчас уже какой-то мат аппарат начинается этот тяжело сначала давайте по-человечески мы скажу что ли независимость это множество векторов является независимым если по меньшей мере один вектор в множестве можно выразить как линейную комбинацию других векторов таким образом можно писать это надо сначала на русском языке чтобы его проще вообще ориентироваться и мы напишем что линейно-зависимость это то есть даже так напишем ли независимость красным цветом красный цвета для независимость и так да и определение независимости множество вектору является арены и линейного зависимым сначала думаю по сути не важно тут выведем одно из другого давай ночь ведь avait является ли независим про что от линии зависимость там легче будет присадь давайте множество множество векторов являются независимо множестве ana работой множестве сторон являются независимой кстати вот если вот так если мы всегда 100 просто брали по сути материал причинника и писали бы в половину бы ты не понимала вода то есть что тамpis будет какие то там начинается пространства зависимости объясняю по-человечески множественного векторов является ленин зависима если поменьше мире один вектор в множестве ног давайте пишите п если хотя бы один вектором множестве можно выразить да напишет так нужно видра плет 설 inappropriate интересно если я хотя бы а дивектора множестве можно выразить как линейную комбинацию других векторов множестве является независимым если хотя бы один вектор множестве можно выразить как линейную комбинацию 2 векторов слушай вроде объяснил по-человечески хорошо таким образом множество является ли независимым множество и трофили сезали зависим есть хотя бы есть хотя бы нет написала независим а линейно зависима если хотя бы один вектор это можно выразить как линейный комбинат у других векторов так если хотя бы один вектор можно выразить как линейную комбинацию не ректоров да таким образом они являются независимым что-то знаешь еще пока ничего не понятно да даже вот хотя объяснил же просто зависимость если вот линейно зависимости хотя бы есть ты можешь вырезать вектор как линейную комбинацию векторов то является линейно зависимым да понимаешь ну пока у нас конечно будет примеру конечно теперь множество ли с ней независимым если ни один вектор невозможно вылезть как линейно 3 вектор а линейно зависимость в оленяне зависимость говорит о том что если не один вектор нельзя выразить какая клиник одна стал ли имя вторых тогда у нас множество либо независима но не просто множество множество векторов это важно то что просто множество она может стать еще угодно множество состоит только из векторов работаем то что-то не но множество векторов является ли не независимым если ни один вектор невозможно выразить как ли вы кабинат других векторов но что векторов является ли на независимым есть ни один вектор невозможно выразить как ли я комбинацию других федоров но что является независимым но что является ли независимым множество векторов является ли независимым множество векторов является ли независимым давайте немножко помогу до множества векторов является независимым если ни один ни один вектор чисто спишься никак усилительный оборот ни ни один ни один ни шагу назад как я говорю себе каждый день да и далее есть один вектор приказа 27 множество векторов является линейным зависим если не один вектор нельзя выразить как линейную комбинацию других векторов как линейную линейную комбинацию векторов множество векторов или снизу или независим если один вектор нельзя выразить как линейную комбинацию как линейную комбинацию других векторов да что это значит по сути даже когда так обещаю без примеров непонятно да или или уже что то есть проясняется таким образом я приду тебе примеры очень простые почему линейная независимая то есть почему они так то что мы не можем не один выразить у вектор через другие мы не можем выразить 1 2 4 комбинации других векторов тогда они независимые теперь пора понять почему на практике ну хорошо я создам какие-нибудь не знаю там вот например вот такой у меня будет в ви ви равно давайте сама пиши ви равно ви равно фигурной скобочки и там будет у нас например там у нас будет например первый вектор это 13 , 27 нет столбик 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 всегда столбик всегда столбик 1 3 , 27 столбик вот что вот это это вот 13 27 да по сути тут даже но могли вот так сделать мы же говорим про множество мы же говорим про множество значит мы можем говорить вот так вот 13 13 27 мы засунули там множество его делаем по сути вот фигурной скобочки два вектора у нас 13 27 и 2 у нас будет например с это равен на опять множество множество мы же говорим про множество набор векторов множество это же множество фигурной скобочки множество 13 например 26 26 что мы здесь видим мы видим какую-то картину до картину мира у нас есть два множество 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 вектора множество вектора у нас какое можно ли выразить а директор как ли комбинация другого ну как тебе сейчас сейчас ну то есть не на меня что он не такого скляра на который помножили чтобы получили другой век слушай но в принципе машин обучения можем зайти смотри таким образом совершенно верно идеально то есть ты попытаешься подобрать скаляр который модифицирует этот вектор и представить его как вот этот вектор давай мы запишем то что да да множество день независимой но что вели не независимо а вот это вообще это что такое здесь что-то непонятно да какая-то абракадабра вот здесь математическая правильно да давай пишем то что вы не можем пришли независимо ли независимо и докажи мне это пожалуйста докажи мне абстрактно докажи мне только абстрактно ну как же он блин ну ты берешь ты берешь перри компонент из вектора из множества v1 перри компонент и говоришь v1 равен чему 13 один лябда на v2 я доказал так в 1 лябда на v2 то есть я могу представить в один как лямбда на v2 и все ну или где там или на или в иске где могут сделать в иске могут или где 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 так могу сделать в один это у нас данном случае единицы а это нет где один будет делать я могу так сделать в иске точно вы вишки так не могу да значит и плюс нужно выбрать не вишку а иску нужно будет брать правильно понимаю правильно понимаю то есть мишки тогда сама так дела я не буду здесь еще делать сама берешь пишешь не доказываю что что берешь компонент из ски вишка нам уже не она и работает вот из ски берем компонент и они очень большая буква с я считаю что это не компонент ты не можешь писать большой буквы с даже написать маленькой буквой именно в морстве допис ваша буквами на множество а компонент запишешь маленькой буквы как бы выгод и как бы питоне типа дергаешь 0 индекс как бы не работает дальше с 1 что такое с 1 это чё такое да это лямбда умноженное на едва да да в случае что тебе нужно за лямбда чтобы с 1 вы представить какая-то нужно лямбда чтобы чтобы получить лямбда какая должна быть все 1 2 лямбда чтобы мы получили с тобой с 1 1 2 должен быть и пья что за вектор я говорю какая лямбда должна чтобы мы что получили вы вот этот вас один как а должна быть лямбда с 1 1 1 1 нет нифига и себя будет лямбда 1 ты получишь 26 какая даже лямбда чтобы ты получила мне 13 ты сама говоришь то что 13 ты представляешь как лямбда на из 2 какая лямбда должна чтобы ты получил 13 ну из с 1 из чего получила просто ты говоришь то что с 1 это калины комбинации лямбда на из 2 какая должна быть лямбда чтобы я получил 13 господи сейчас 25 раз в ответ 4 321 ты можешь разопрос какая чтобы я получила как симатематика тени прин хэллоуорд работой давай какая должна что получить с 1 помогать 12 помогать тебе ой сейчас ну не один-два помогать лямбда помогаю на 222 двойка из тебя будет лямбда 2 у тебя будет 412 далее смотри таким образом лямбда должна быть у нас 1 2 есть вас будет лямбда 2 ты получишь одну третью правильно я понимаю да я правильно понимаю и стилям добыта 2 ты получишь одну третью давай это докажу тебе лямбда 2 я 1 2 умножаю на 26 и получается исходя из этого я получаю сверху я получаю 1 а внизу я получаю тройку вот все я гений смотри ну вот и все и доказал что лямбда должна быть 1 1 2 а если подобрал лямбда что это значит есть линейно зависимы четко напиши как ты считала объясни как ты считала что лямбда тебя получилось 2 я это еще не началась векторные пространстве изучили сон с тобой вот такая начнется а белева группы к структуре алгебрические да там будет все хорошо тебе очень сложно быстро соображать но если все тема и не совсем легкая независимость уже тема не такая же легкая я просто объяснять потому что я такие примеры привожу вот просто я не просто у тебя но не как сказать области не совсем математическая поэтому надо надо как говорится понимать что да действительно сначала будет небольшой лак смотри далее мы нашли скаляра да и умножили скаляра на наш вектор а если мы знаем то что мы можем с тобой представить любой вектор как ли комбинацию других векторов то что значит что это линейно зависимая да если можешь писать любой вектор клиника без двух вторых вот и что еще добавить писать линейно комбинацию да вот взяла любой вектор из ски тоже может переговорить вторых да тоже может много векторов в иске но может если ты можешь более писать клиника бинацию как векторов значит множество или независимо хорошо среди зависимость и независимость вроде как поняли чуть-чуть и наверное наверное еще для закрепления дамки еще один пример ну так чисто поразмышлять следующий слайд заключается в том что я создам множество ты которая ли независимый либо ли независимым да у кого стоит понять что это за множество а зачем это нужно ну ты понимаешь то что мы стою потихонечку идет машин обучения то какие-то рекомендательные системы попытаемся там какие-то зависимость найти между данными мы же пытаемся найти зависеть между векторами а если они зависимы это все значит и сектора зависимы ну что есть потому что я на нужд какой-то скаляр нам не хватает веса который нам все это сделает а сейчас 4603 вот 4603 то есть они как бы похожи что множество ли векторов это как бы одни тяжелые но ты похожи люди 1 4 на практике это будет означать что это какие-то виктора что-то вроде костного сходства да что они где-то чем-то похожи пока еще далеко от этого мы с тобой но вектора естественно похоже да то есть они уже независимая далее соответственно мы с тобой делаем вот мы я написал вот такое множество ты метам 4 вектора что-то про не можешь рассказать интересно тут уже 4 вектора уже это не два тебе да тут сложнее математика начинается нам нужно хотя бы один вектор представить найти хотя бы один вектор которого можем представить как линейную комбинацию других если мы скажем что на линейной зависимая значит невозможно выразить один вектор как линейную комбинацию другого попробую выразить не что-нибудь вот ты на самом деле что-то видишь то что но тут сумма первых трех векторов равна чему так какие-то зависимость здесь видишь математические закономерности ну да сейчас сумма первых трех что-то двенадцать сумма первых трех какие зависимости мы видим сейчас сейчас так что это так двенадцать четырнадцать чувствуешь уже где тяжело где начинается тяжеловато даже когда четыре вектора да 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 таких того будет миллион у тебя набора векторов миллион уже в наборе что делать будем таким образом понятно что тут этот вид видно ясно что сумма перед трех супер и трех это 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 просто два умноженное на скале на вот эту шляпу это же так понятно типа тут 12 получать 12 плюс 14 26 ну а это 26 на 2 умножаешь получаешь ну видно же да тут зависимость нет я не вижу ну как же ну вот же спадаешь спирт и получаешь здесь 262 ты умножаешь 2 на вот это получаешь 26 а здесь сумма 26 ну а здесь перед и сложишь получишь что так 46 но 4 здесь получится персу мупер 3 4 ну опять скалят 2 опять попали ну вижу в чем прикол склады все эти три штуки ты получаешь скалят 2 умножить на вот это и ты получаешь сумма этих первых сумма трех это два умножен на вот этот вектор это сумма вот этих первых трех на последний вектор получается то скаляту 2 умножить на этот вектор ну такая смотри чем понимать то вот смотри 6 плюс 3 9 ну и 9 плюс 7 16 а 16 это 2 умножить на 8 короче это все это опыт математически что что если миллион векторов там уже что-то проблемы поэтому поэтому математики говорят что сначала нужно не вектор налоги изучать а линейную почему а потому что что если векторов будет больше двух но и вообще это не рационально ли линейное зависием множество мы с тобой можем например определять так он сказать что множество является ли независимым не давай лучше через независимость пойдем ли множество является ли независимым а если мы с одним с тобой матрицу из множества векторов и вычесть вычислим ранг матрицы и сравним ранга матрицы с наименьшим числом из из числа строк или столбцов ох я не знаю что такое ранг матрицы пока что мы линал не проходили да таким образом ты чувствуешь что что мы с тобой скоро вернемся в линал нам уже сидят нечего нас здесь уже не ждут смотреть далее давай попробуйте законспектировать это потому что ты прям что что глазками можно конечно это делать но глазами больше чем два вектор да и вообще это не делать никто поэтому все через матрицу выводят матрицу с рангом нам нужно естественно нужно это все числе на выводить никто из это все вообще это все делать че спайта никто это же уже на бумаге никто не считает что миллион векторов кто-то бумаги бы считать и кто-то не пущет считать то бумаги далее смотри таким образом не независимость мы прием путем создания матрицы из множества векторов вычисления ранга матрицы мы стопись с пройдем что такое рад мадрец это обязательно мы пройдем и будем ставить рангисты меньше числом и из числа срок или столбцов тогда мы сможем это понять с помощью линейных преобразований линейных операций нам не нужно будет гладкой стоит смотреть и понимать там что там происходит очки зависимости но я хотел тебя через этот путь провести что примет как это интуитивно чувствовать да может быть не порешать какие-то такие решать мы с тобой в линала уйдем потом вернемся уже векторной нормально с двух ног я сейчас показываю просто изначально ты сказал что даже срочное пространство изначально мы с тобой совсем скоро вернемся же в линал и споко в нормальном режиме в линал зайдем да не будем куда торопиться правильно далее вот в данном случае естественно пока тебя что курян еще что-то там да но в дальнейшем мы с тобой как раз будем уже отрабатывать независимости независимую рангов вообще множество виктора плетели независим или если по меньшей мере один вектор в данном можете можно выразить как линейную комбинацию других векторов а множество 9 независимым если не один вектор продолжай нельзя выразить с помощью линейной комбинации других отлично ставите 5 урок ты у меня большая молодец далее независимость вообще это что такое независимость это у нас свойство множество викторов то есть если мы с тобой может быть ли не независимы либо ли независим то есть независимость не является свойством отдельного вектора внутри ему множество это свойство множество векторов самим именно множество далее следующий урок у нас с тобой начнется с понятия тривиальной комбинации там линейной зависимости более подробно поработаем и соответственно потом мы что проговорим про пространство охват и будем с тобой работать с подпространством с великим многообразием дальше будут и базисы и более глубоко за и тронем апреля базиса затронем с тобой затронем с тобой понятия и где-то через два урок у нас на счет уже хорошая практика в питончик я думаю мы с тобой практикуем плюс минус плюс минус мне нужно побольше теории дать и так потом начнем практику питания против побольше еще и все и потом зайдем в питон я хотела она получать следующую неделю меня не будет